приветствую на моем канале сегодня тема это сеня обрезка я нахожусь у своего клиента вот так выглядят деревья буду производить сейчас коррекцию понижения кроны потому что деревья со времен очень мощные привиты на моголепку как видно такие огромные мощные стволы дерево лидерно естественно потому что другой другого быть не может при такой мощный при таком мощном росте будет обрезаться яблоня вишня ну и черешня и дюк чудо вишня что я хочу сказать по этой обрезке осенней дело в том что у многих есть разные свои представления да что можно резать осенью что нет единственным препятствием для этой обрезки осенней является это северные регионы где есть возможность подмерзания но опять же я не могу говорить за те регионы где они работал допустим сибирь там южный урал и так далее работаю я это донецк есть практика работы в промышленном саду ростовская область и по моему по моим рекомендациям люди перешли работать по обрезке сада 7 косточковые это черешня с августа начинается обрезка потому что сад 25 гектар семечковые начинали с 10 с 15 сентября и по возможности да пока не пошли дожди то есть основная обрезка выполнялась именно в этот период потому что есть возможность хорошей работы до без дождей удобства и так далее как реагирует деревья при данной обрезке если вы встречали какие-то мнения что якобы нельзя осенью обрезать там понижать и так далее я думаю что это устаревшая информация потому что как бы на сегодняшний день нет у нас объективности садоводстве на все сто процентов и вся информация которая существует она является мнением того или иного автора или того иного или иного института и не более полностью объективности по садоводству нет и быть не может и мне нравится подход я как бы один раз видел вышел профессор государственного университета каком-то штате вот именно профессор вышел и он вышел говорит я вышел для того чтобы экспериментировать и учиться познавать дальше вникать в суть природы и изучать ее вот это правильный подход мы выходим и учимся из своих наблюдений делаем опыты и применяем их на практике если они имеют должный результат помогаем в развитии данных приемов и этого направления другим людям естественно при хорошем результате поэтому садоводство это процесс обучения в течение всего времени жизни человека и человечества наверно и досконально все равно мы не познаем суть природы и так что можно резать что нельзя первое исходя из практики можно вырезать обрезать сейчас еще раз повторюсь что я не берусь рекомендовать и говорить за северные регионы так у меня нету практики а то что чего я не знаю я не могу советовать и рекомендовать можно выполнять полноценную обрезку в южных регионах я нахожусь донецке чуть севернее и южнее естественно можно работать работать полноценно совершать понижение кроны можно делать укорачивание побегов что я и буду делать никаких рестовых процессов не произойдет если мы не перед ним планку если мы не то есть до 50 процентов можно снимать смело вообще 30 процентов понижение кроны это мне кажется устаревшая информация и из многолетней практики скажу что ну это не совсем корректно когда нам нужно привести дерево в порядок допустим достигнув рабочей высоты 30 процентами эта игра будет очень долго и не про не продуктивно поэтому основная задача снизить крону на рабочую высоту для полноценной работы до 50 процентов можно снимать смело никак дерево не отреагирует критично то есть никаких проблем не будет дальше в этот период времени как показывает практика можно делать полноценную обрезку на снижение кроны и укорачивание побегов прореживание то есть все все единственный нюанс срезы мы замазываем садовой замазкой на основе ланолина доступная сегодня в продаже и рабочая это садовые заботы производителя из екатеринбурга это единственное условие что нужно замазывать срезы потому что в осень в зиму да мы режем срезы подсыхают могут появиться споры грибов и так далее поэтому единственное условие замазываем срезы а так мы полноценная работа никаких процессов ростовых больше не будет главное не перейти в крайность и не убрать большую часть кроны оставив допустим там 10-15 процентов если мы зайдем на такую обрезку то естественно что можем даже в таком месяце как октябрь сегодня 10 октября провоцировать даже цветение то есть у меня есть клиенты которые самостоятельно пытались экспериментировать и обрезали все это слово такое русское обкарнали до крону так что привело к возвратному росту даже в период покоя дерева и даже цветение поэтому до 50 процентов можно смело работать снижаем крону делаем прореживание делаем укорачивания в южных регионах работаем без всяких проблем и так ну принципе вот сказал то что есть это все рабочая схема но такие деревья буду приводить порядок полноценно буду работать работая с лета по весну течение всего этого периода времени из-за того что у меня очень много клиентов а оставить без обрезки люди обижаются поэтому я работаю вообще не вижу проблем круглогодичной обрезки за исключением там короткого времени там цветения можно не обрезать а так обрезку можно выполнять зависимости от цели круглый год южных регионах никаких подмерзаний не будет и будет как бы крона в порядке дерево будет реагировать на правильный срез почему именно вот сейчас с листьями можно обрезать все дело в том что у дерева есть программа вот мы сейчас снимаем крону допустим убираем лишние ветки и у дерева есть программа ухода в зимовку да вот такой крона она уходит когда есть листовой аппарат весной будет менее активный рост из-за того что новая программа работает по памяти до ухода дерева в зимовку с листовым аппаратом если мы сделаем такую же самую обрезку весной то у нас будет уже что ростовые процессы активней дерево будет по-новому реагировать как на обновление и активный рост поэтому осенняя обрезка с учетом перечисленных нюансов которых я сказал более благоприятно чем весенняя ну и опять же говорю из опыта промышленного сада и частных садов за 20-летний опыт что приехал приступаю к работе в общем буду работать вот такие деревья рослые большие будем работать секатором аккумуляторным ну и пилка где-то потому что где-то уже крона немножко выскакивать за пределы работы хочу сказать пару слов процессе работы так вот одно дерево я привел порядок как видно дерево имеет высоту где-то три с половиной метра дерево очень мощная форма у него округлая можно сказать заполненная чаша как видно по правой стороне у нас идет по принципу от нижних к верхним таким округленным конусом да это очень важное правило потому что этот шарик можно так сказать он хорошо просвещается как нижние ветки так и верхние умеренная обрезка произвелась здесь выполнялась в основном обрезка секатором это за исключением двух веточек одна сухая и одна тут мешала с левой стороны от бассейна все остальное 99 и 9 процентов работы я выполнил секатором выполнялась обрезка на клик что такое обрезка на клик есть у меня полноценное видео данная данный прием системы ведения сада является средством управления ростом чтобы не активизировать ростовые процессы чрезмерно есть полноценное видео кому интересно смотрите и так что еще здесь производилась как видно сейчас крона имеет просвет внутренний до ветки просвещается здесь еще раз повторюсь умеренная была обрезка потому что дерево обрезается один раз мощное дерево если выполнять две летние две обрезки допустим летнюю и осеннюю можно было бы еще его немножко просветлить до укоротить немножко боковые ветки для большего улавливания света но это вызовет уже чрезмерный рост так как я буду работать уже по двухлетней древесине а сейчас я работал только по однолетней кликом клик я выполнял где-то в размере где-то до 20-15 где-то 10-15 максимум 20 сантиметров в данное время клик не спровоцирует никаких ростовых процессов потому что обрезка была умеренно еще раз скажу делалось прореживание и возвратный рост то есть все наверху обрезалась на короткий клик там я выполнял вплоть до двух-трех сантиметров то есть когда мы говорим стоп ветки мы делаем клик самый короткий на два-три сантиметра умеренный клик дает умеренный рост есть видео смотрите кому интересно дальше так это дерево и обслуживаю уже больше десяти лет я хочу показать здесь пример я его не сажал это дерево уже было но первых вот это мутов частость до клястер насть посмотрите то что там лесники рассказывают это одно а то что говорят плодоводы это совсем другое итак смотрите вот клястер насть с одной точки вышли три побега да ну когда-то в идеале это нужно было вовремя исправить чтобы были правильные углы отхождения никто этого не делал дерево было когда приступил к работе уже взрослым поэтому портить я его не стал потому что еще раз повторюсь вот защемление коры как вида здесь до от четкого четко видно здесь отлично видно вот дерево уже взрослая как видно даже вот по моей руке да тут стволы огромнейшие сам основание тут вообще мощно если послушать лесников то что нужно сделать взять и срезать эту ветку убрать да этот структурный дефект и что мы сделаем мы переведем переведем это дерево статус дров то есть мы испортим его сколько может жить дерево с таким защемлением до всю жизнь может прожить сколько ему как говорится какой-нибудь потенциал до возраст определяется уже наличием обрезки и сортовыми особенностями но скажу так что здесь вот я в свободно перемещаюсь по дереву дерево несет нагрузку в идеале здесь можно было сделать какую-то стяжку но не всегда стоит браться за пилу чтобы не испортить дерево и не перевести его статус дров я еще раз повторюсь такое дерево проживет весь срок своей жизни если она будет обрезаться и будет в умеренных размерах то есть вот это вот крыло если она не перейдет 6 метровую длину но в жизни никогда не отломается то есть какие нужно усилия чтобы вы вырвать этот ствол ну точно так же и здесь да здесь тоже принципе наверное имеется защемление устрая развилка очень но тем не менее дерево чувствую себя неплохо ну и будет доживать свой срок вот такими развилками с такими защит с таким защемлением это я говорю о том что несколько не слушайте лесников обращайте внимание на специалистов плодоводов которые вещают более достоверную информацию сходя из опыта опыт это единственное надлежащее правило к руководству не какие-то там пересказки из каких-то источников и так далее просто дерево можно легко испортить срезов структурный дефект у меня есть отдельная тема по этим всем моментом развилкам и так далее ну что продолжаю работу общем идет полноценная работа по обрезке производится клик прореживание ну и вырезка в редких случаях тех ветвей которые засохли или имеют какие-то нюансы которые мешают созданию эстетической формы да ну вот так вот можно так сказать что продолжаю работать вот следующее дерево это чудо вишня или дюк сейчас покажу здесь меньше было приростом вот поэтому все эти пресс ты сейчас будут укорачиваться на 2-3 сантиметра то есть работа на клик и прореживание покажу уже как говорится в процессе что будет дальше так я работаю с чудо вишни это дюк здесь уже обрезка немножко иначе дело в том что вот на черешне я что делал я не провоцировал рост работал на клик а здесь я наоборот провоцирую так как приросты небольшие дерево после подношения на вишни очень быстро охаляется и мне нужно здесь усилить рост и сделать обновление поэтому здесь я работаю уже по другому принципу на обратный рост что такое обратный рост я напомню итак вишня плодносит на однолетних при ростах и очень быстро охаляется давайте посмотрим историю данной веточки допустим вот данной веточки это напомню у меня все это есть я об этом говорил но так как это тема осенней обрезки может быть кто-то будет заниматься поэтому будет актуально не искать на моем канале информацию а уже как бы вот я повторюсь покажу еще раз как мы работаем с вишней итак история ветки вот она росла росла плодоносила когда-то да было когда-то вот такое укорачивание она здесь отплодоносила пошла расти дальше здесь была точка остановки отплодоносила дальше дальше здесь отплодоносила дальше неплодоносил так и вот здесь остались вот они да вот они у основания и по всей длине. Вишня, в отличие от черешни, плодоносит по всей длине и на конце так же. Там есть ростовая и плодовая на конце. У основания будут здесь букетные такие вот веточки и по всей длине чередуя с ростовыми. Что мы видим, вернее, мы видим, что эта ветка уже сильно удлиняется. В следующем году она плодоносит здесь и пойдет дальше. И так уйдет до самой земли. Работа на обратный рост заключается в том, что мы не должны не упустить момент и воспользоваться вот таким ростком. Вернуть ее на повторный рост, чтобы эта ветка жила дальше и так же плодоносила. Поэтому что мы делаем? Мы делаем вот такой обратный рост. Теперь эта ветка у нас будет продолжать расти несколько лет с таким же плодоношением. Но нужно не упускать такие моменты. Если здесь нет уже такой ветки, вернуть вишню невозможно. Она уйдет на периферию без возможности обновления. Поэтому учитываем это. Даже если есть букетная веточка, в данном случае мы режем на букетную веточку, потому что у букетной веточки также есть ростовая почка. Не упускаем этот момент и работаем с вишней на обновление, чтобы не увести урожай на периферию. Это такое замечание, напоминание для тех, кто будет заниматься обрезкой вишни. Продолжаю показывать процесс работы. Черешня после работы. Вишня после работы. Как видно, дерево имеет эстетический вид. И если бы оно стояло где-то посредине участка, где-то в таком оформлении, в таком формате, оно бы казалось бы очень даже ничего. Если сравнивать, допустим, с клёнами, есть такие клёны, то в принципе крона похожая такая, округлая, только это плодовое дерево. Очень красиво бы оно смотрелось цветущим, потому что чудо вишня цветет белым полностью вся. Ну, естественно, что при хорошем определении, то и очень красиво бы смотрелось нарядные плодами. Ну, и в принципе, если в течение лета поддерживать, то такая крона, вот такая округлая, как у клёна декоративного, смотрелось бы на участке, как вписываясь в интерьер с декоративными культурами. Теперь обычная вишня, обрежу черешню, дюк, чудо вишню и обычная вишня. Как видно, обычная вишня, привитая на мощном подвое, ведет себя очень агрессивно и если ничего не делать, то, как видно, она очень сильно загущается. Буду я сейчас здесь часть веток удалять, делать прореживание и работать приемом клик, дабы сдержать эту мощную вишню, чтобы она больше так агрессивно не росло. по-моему, здесь был когда-то пропущен сезон обрезки, позапрошлом году, уж не помню, и вот дерево так вот отреагировало, это, по-моему, была весенняя обрезка, сколько помнится мне, вот так, что вот как-то так, дерево после пропуска всего лишь один раз реагирует вот такими мощными побегами. Ну, что я буду делать? Я буду точно так же работать на клик, делать прореживание, ну, и убирать все верхние ростовые процессы. Закончил я работу яблоня, такая густообразная форма, здесь я работал на обратный рост, стимуляция была, потому что чрезмерный урожай, были ветки поломаны, в общем, нужно его переводить в ростовые процессы, переводить ростовые процессы. Черешня, вишня, вернее, дюк, чудо-вишня, ну, и обычная вишня. Такая форма очень красиво бы смотрелась где-то отдельно стоящая, очень красивый такой округлый как бы зонтик, заполненная чаша, везде симметрия, эстетический вид, то есть такие деревья не только дают урожай, а красиво цветут весной, вся форма подчеркнута белым цветением, естественно, при плодоношении также плодами выделяется. какой я подведу итог, осенняя обрезка в южных регионах имеет особое значение в плане комфорта, удобства работы, не таких активных ростовых процессов весной, ну, и полноценная работа с деревом. это я говорю как из многолетнего опыта, имея уже опыт работы как в промышленном саду, так и частных садах. Обрезайте ваши деревья, комфортное для вас время, чтобы зимой не ходить по грязюке, под дождем, под снегом и так далее. У нас комфортная температура, сейчас где-то 24 градуса, лето продолжается, поэтому удобно работать, даже немножко жарковато. Желаю вам красивых форм, правильного мнения в садоводстве и хороших результатов.